Добрый, 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 всем день, сегодня у нас 11 мая 2023 года, здравствуйте, доброе утро, Владимир Васильевич. А что ты делаешь? А что ты делаешь? Делаешь. Черемшу крошу, салатик делаю, огурчик почистил. Ну а уже сколько сделал. В общем огурец, черемша, красота, рыбка лежит, рыбка лежит, уже не шевелится, уже пузыри солью пускает. Когда я на столе буду, когда я на столе буду, вот, будешь, будешь. Ну а потом, соответственно, в комнате ожиданий. Так, у нас погода так себе, ну нормальная, и не холодно, и не жарко. Мама Галина в магазин. Сейчас посмотрим, какие покупки возьмет. Заказал я картофель, две сетки, привезут в субботу, посмотрю, какая картошка, ну, прошлогодняя. На рынке вообще стоит ведро 10 литровое, 300 рублей, но я подешевле нашел, один адресат, и все, не знаю, какая будет. Потому что еще не сезон у нас. Вот так вот, ладно, оценим покупочки. Все, чувствуется, да? Какие-то гости чувствуются. С черемшой. Так, мама Галина, Владимир Васильевич здесь сырку покрошил, все покрошил, накрошил, сделал. Какая радость. Радость. Ну, вот, что ты сделал. Булочка-хлебушка. Да не ложи тут, что-то ложишься. Туда. Ложи нормально, туда. Чюда. Давай туда выкладывайся пиво. Так, короче, кефир семьянишная, булка хлеба, шампиньоны обыкновенные, свежие культивируемые. Дальше. Филе, курица, тушка. Масло растительное. Дальше творожок обезжиренный. Две. Так. Опа. Кстати, я поехала за картошкой, потому что до субботы долго ждать. Я буду сидеть до субботы без картошки. Да, почем, ну-ка. 25 рублей. 25 рублей за килограмм, 24,90 за килограмм. Картошка. Сюда. Получается килограмм такой картошки. Здесь фактически 2 килограмма в пакете. Да, а что, сиди. Так. 139,96, короче. 140 рублей за килограмм лимона. Дальше. Ну, взяла на момент, надо крутить. Салат с корейской морковью. Забыла яйца купить. Господи, я уже устала. Так, Семёнишна, сметанка. Да, сметанка сейчас еще в машину любится. Говядина тушеная, абаканская, 338 грамм. Это, кстати, производитель. Чё-то я не понял. Ну, это, видимо, по куче. Город Биска. Какой Биска, Алтайский край? Она же наша была. Правильно, Биска, это Алтайский край. Короче, у нас большой Мавр, где тушеные изделия производятся. Регистрация в Алтайском крае, в другом регионе, налоги туда. Так. Ага, компания Мавр. А здесь это. Понятно. Села попробовать, да, и пиццерон. Супердей. Так, короче, взяла вот такую вот эту, вот как сало, оно вот как. С прослойкой, вот как копчуненькая. Копчуненькая вот такую вот взяла, в морозилку дышим. Сколько такая закрываю? И колбаску взяла. И колбаску еще взяла. Все, и дымить, а дымить мы не показываем. Вот такая колбасяска. Кладушки вот такие покупать. Я вообще сегодня с выходения попросила. Много. Много. Да, много. Девочка досталась. Какая девочка? Девочка досталась, а рыбка сыграла. Там была соленая икра, но она сильно соленая, как бы не стала я ее покупать. Вот где я покупала эту тарку. А вот нету почему-то свежей, я бы как нажарила свежую икру. Непонятно. Как я не могу это? Пладушки. Ну что? Так, пока отец сейчас начистит картошку. Вот такие еще взяли. Томатный сок. Персик, кстати, неплохой. Вот такой. Томатный сок, яйца, картофельные пирожки. Ну и гузики, соответственно, копченые гузики. Такие вкусняшки. Под картошку так. Так, вот такой вот стол как раз накрыли. Кушаем, кушаем. Отварная картошечка. Сейчас поедим заодно. Что будет это? Тартушку может маслица дать кому? Нет. Масло. Масло. Ну и пусть стоят. Что-то картошка. Теперь мне так кажется, что она маленькая соль. Уберите. Толпыточки. И яку-то. Это масло. А это я ушки дала. Петя на поведу. И это вкусно. Вот такой. Это картошка. Кусила эту картошку. Куторая в магазине. Она вроде бы жутенькая. Икорка. Икорка, но... Там была одна насоленая курка. А это... Селедочки. Она во-первых долго варится. Только она не разваривается. Мне кажется, она еще сладит. Угу. Да нет. Кстати, не плохая картошка. Ну, и антрета, скорее всего. Антрета уже нет. Нету, это не антрета. Уже выводят с сольца. Это не антрета. Это другая картошка. Которая не такие вкусные. Они просто... Пару килограмм. Чтобы быстрее росли. А нет уже антреты. Да, я не вижу. Это нет уже антреты. Мне кажется, криколковые. Да они... Это... Ты их садишь, они все равно это... Пере... Само уже перерастает. Вот это... Это салатик, огурчик и черепша. Не так как. Ммм, вкусно. Помидорку ешьте. Нам было сало еще подобить. Что-то я не задумала. Ну, не полая кому-то. Ладно. Пока я где-то поеду. Ну, мама... Да, пойдем-ка я возьму. Подожди. Сейчас вот так вот сделаю. Ну, вкусно. С маслом. Вкусно? Ну, картошка-то маслом. Угу. Вкусно, вкусно. Положи ее и перебрите. Ну, картошечку пока она готовится. Мы, ты говорим, что не ел первый раз сидим, второй час, а Васильич не ел. Тоже не ел. Никто не кушал. Никто не кушал. Сейчас по новостям показывают, что... А в России, короче, это... Лето будет жарко. Ну... В течение месяца будут до 40 градусов жары. А ему стоит потепление. Само собой, что будет до 40 градусов и без их, понятно. До 40 градусов жарко. Жарко, алито будет. И вот, смотрим... Короче, в Токио... Япония, Токио, Япония, да? Это там прямо земля, это трещины. Вот, где же, я не помню, в какой стране. Кровинцы отделяются друг от друга. Они нестинные, нестинные. За счет земной коры. Трещины. И показывали... У меня поздно летающий объект какой-то пробетел. Наподобие... Что-то напоминает... Кот комета. У кометы же длинные. Я вам показываю. Где-то в той стайне. В сторону тихого тяну. Где-то нет. Пила, посмотри, пока картошка варивает. Угу. Ребюшку есть-то. Сама матушка природа не знает, как направить, отвалить человека от плохих действий. От каких? Мы потребители. Вся земля это потребители. Мы только потребляем. Угу. Живя. И засоряем землю. Засоряем, потребляем. Что мы еще делаем? Ресурсы добываем. Уже и там, это, что-то взять и в воде гряди, и трубы там прокладывают. Да. Нефтяные, оказывается. Ну, у нас вот здесь вот, не качается, это вот, полица наша, пыль. Дорога. Там, пороет-роет, он уже целую неделю рыл. Холодную воду проводят. Ну и трубы, вот я не знаю, такие вот. Это с синей полосой холодная вода. И так, трубы лежат почти, поэтому диаметр такой большой. Чуть черного. Они вот так вот, более дорогие. И копаются трубы лежат. А больше чего, у нас газа тут нету. Абаканская тылька, она... Как нет? Весь газ у нас? У нас весь газ привозной, у нас с Кашноярской везут. Да. У нас везут в цистерну, а потом на заправке цистерны эти выкачивают. А, такого у нас нет. Только что вода, да. У нас местный, в общем, красный газ. По категории красный газ. Его много. Убилили там много. Но не дают. Не дают разрабатывать. Да, ладно, да. Вот этот в поле горит, вот сколько уже десятилетий. Ну, да, как этот. Горит, а не дают. А вон такой же газ, можно и машины заправлять, и все. Объяснял один этот. Ну, знаешь, у нас вокруг и так еще и газовые поставят, вообще задохнемся. Они же трубу поставят, газ у них гореть будет. И так вонища здесь от этого угля. И правильно, что не дают. И вот, вот это, Коновалов начинал, когда выбираться, то политика была, и затрагивали. Вот это вот, чтобы Сибирь питалась, использовала. Природные ресурсы свои. Да, вот это газ. Сейчас, на тот год, тоже разработка есть. Это самое, подключение уже газа. Газа. Упираются в небе. Дорого к вам вести сильно, далеко, эти газовые трубы вот эти вот. Оно не дорого. Как они говорят? Есть определенные программы, газовую на всю страну. У меня сейчас огольщики засуетились. Ясное дело, они лучше засуетились. Вот эта цепь, абаканская, где, чтобы меньше дымили. На, переводят это. А чтобы уголь огромный пот завалит. На это будет тогда, где через 50. Да. Сколько наковыряли этих? А у нас, кстати, да, многие кто-то не знают, в республике Хакасии есть вечный огонь. Его обложили валунами, камнями. Просто газ выходит. А где-то километров 70, наверное, от нас. И газ выходит. Он горит, да и все, она веками горит. Земля уже обожженная вся. Ну, рядом, наверное, я не знаю. Ну, там камушками обкладывали, все. Два километра от какой-то деревни. Уже подсчитан, парень подсчитал. Он вырос в этой деревне. Выучился. Два километра. Ага, все специально на энергетику. Они хотели замутить там что-то, по-моему, наподобие поставить, наподобие липостанции. Да что вы питать в это? Они хотели деревню, в первую очередь, запитать. И это, чтобы не пользоваться. И так, в степи, дрова, уголь за 3,99 берешь. А здесь свое отопление. И рядом кошары. Кошары запитать все, что и поголовье увидеть. Никто не даст. И никто ничего не дает. Недра нельзя трогать. Чтобы тронуть, нужна лицензия. Она стоит много денег. Да, сколько надо разъяснить. Очень требовалось. Она кидалась, накидалась. Артайский край. Дай третью руку. И третью бы использовал, рады-не рады, что если будет подключение, вот они и новых дорогах начали строить сообщение напрямую. Не только для тебя. Что и едим это самое. За то, что помогает. Чай будет. Чай будет. Ах, что? Золото. Да ну их нафиг. Они тут понаедут. От них же грязи. А вот этот с лифтом. А они уже все, все. А тут, ну это. А, у нас-то вот это-то золото-то. А, во. Засарают. Все позасорили, кстати. Да, уже там. Непригодное ничего. А ты же шараевать, это вот, начинаешь шараевать, это золотые. Все туда. Они тебе карман набивают, да, люди-то, да. А какая они? Это же все химия. Нет, вот-вот просто поднимали. А что только так? Так не знает кто о чем. Смотрите. Надяк показывал наше местное телевидение. Золотой рудник у нас есть. Ну, лицензия московская, все-все дела. Они в прошлом году, да, два года назад лес повырубили. Затопили все химическими этими отходами после золота, который идет. Сейчас по новой без разрешения расчищают леса, убирают, прокладывают. Лэп свою делает. То есть без этого, без надзорников вырубают лес. Делают все. И таким вопросом, а почему мы не в курсе-то, ведомство-то, само правительство-то добро не давало-то. Вот эту линию лэп прокладывать, а они вот эти деревья вырубают, лэп прокладывают. Бульдозеры загоняют. И, ну, в общем, вы меня поняли. Где показывали, я тебе сейчас обстановку. Там чистая такая местность, там лес. Да? Там уже сделаны вот эти вот дореволюционные, как начинался вот этот коммунарский рудник работать. То есть там, ну, два-три мешка перемоют и все. Объемы были маленькие. То есть успевали отсеивать вот это вот. Да пускай сюда к тебе, на масло. Все, я больше не буду, все, пустые. Вручную. Потом начал приток народа. Работать вот это вот по договору. Народ увеличил. И вот это вот. Ой, как путно. Уже делять быстрее не могли. Часть начинала и не вот этой крошки и золота в отваге. Вот это вот пустоты, это вот специально выбранные отстойники, куда после переработки с производства сливалось вот эта вода вместе с золотом, это самое с мазотом. И начали добывать больше золота при помощи вот этого вот использования. Электролиз наподобие. Электролиз. Да, ну и электролиз, и вот эта ртуть, еще кислота с чем-то начали. А в Верховьях и везде по вот это горам, ручей, ручьи, все. Они начали мешать, и вот эту вот рыбу показывали-то внизу, что. Ну, тебе реку в реку. Ну, за реку все сливать, и рыба вся дохнет. Да, и тюрунует уже. Смотрите, как было. Вот это у нас. Дохнет, и сейчас. Подожди, не говори, не называй фамилии, ничего, смотри. Я не называю. Я перебью тебя, а кто ты объясняешь, объясняешь, люди понять не могут. Сейчас пойму. Приехали, да, я объясню. Приехали эти лизионщики, на них налетела там Нила. Вот эти сторожа, раженные, охрана, которые давай вас гудать. А телевизионщики говорят, во-первых, мы имеем право снимать, мы не на объекте. Во-вторых, это не ваше здание, природа охранная. Они бульдозерами там все порасторабанили. И никому ничего нафиг не надо. То есть, получается так, что, да, и ничего не надо. И подняли вопрос, не буду называть вот это, ну, у нас тоже по второму каналу идет, что подняли вопрос, почему так происходит. Людей нет ответа, ни привета, ничего, никаких разрешений нет. Сам этот отгрохали большой завод производства, подказали туда, подъехать нельзя. Земли, которые они ровняют, они заповедные, они заповедные земли. Их с каких стати какие-то раженные мужики на Ниве подъехали, выгоняют меня снимать. Люди тоже телевизионщики, вы кто такие? Ну, те-то поняли, что смысл, мы к отца. В общем, самозахват земли, власти наши не знают ничего. Но они почему-то руками разводят. По технологии вот этого вот отстойники, отстойник должен быть, вырыт котлован. Пройден это самое, первый слой всегда заменяющий. Мы вообще никакого отношения к власти не имеем, ни против власти, ничего. Мы просто то, что нам показывали по телевизору, наши новости. Да, наши новости. Подушку вот эту вот мягкую засыпать, потом брать скальник, вот это вот там все на месте, скальник. Обсыпать скальником, укатывать, вот рамбовать. То есть делать подушку, делать вот таким способом подушку. Потом обваривать там, не знаю, сколько тонн будут по этой площади, давить вот эту вот вону и все. Салфан там, ну, технология. Линзу делают, линзу делают и после линзы, в общем, брать там все. Да, нормально все. Вот этот принять и вот это честное испытывать, чтобы держала. А теперь, они, в чем дело, в чем дело, они сейчас якобы ведут окончательное, эти самые, завершающие действия строителя, строительной вот этой линзы для отстоя. Отстойник, отстойник, он не сделан, сейчас деньги списывают здесь и у них на руках, на руках, эта самая бумаги, вот снова, и они будут строить, вот это не год, не два, а не пять лет, после реализации вот этой вот, сдачи золота вот этого. Половинку такого, половинку такого нет. По-моему, руки. Сейчас, Василич, долго будет. Якобы, примут у них эти самые стойники, а не, ночной. Так что, не хочу никакие эти золото добывающие, все разрабатывающие, потому что будет нарушаться природа и дышать будет нечем. Ну, я-то химикаты все сливать, чтобы отстаивал. Все, рассказал. А будут заниматься вторым, чтобы на случай вот этой аварии или что, можно было перейти в другое отстоять. Так что, не имея официальных и прочих документов, просто дерьмо в глазу или бревно в глазу пихают, что у них готовые отстойники, сейчас они пользуются. И, ну, в общем, кекс. Какой кекс? Местная. Я не вижу кекса. Местная. Рулет. Не вкусит, так что понять не могут. А под это... Холодный. У нас здесь еще остался рулетик с холодильника. Ну, конечно, холодный. Красивый, холодный. Замерзший. Попьем чаю еще. Чайковского. Ну, что сидишь, Вовик? Ешь, ешь. Кушай. Я доем. Кушайте, Владимир Васильевич. Просто вспоминаю те места. А, что вспоминаю, вспоминаю. Я вспоминаю. Что вспоминаю. Сколько было ягод. Так. Столько было ягод. Опа. Было, было. Что было, то прошло. Все, трактором вот так вот. Ну, и все. Бурровина. Надо в этот... Черник убрать. Берешь. А, то, что убирать нечего. Солок. Опа, ешь, потом... Кушай. Так вот выбираешь ягод. Опа. Кушай. Солок. Кушай. Вовик. Потом майонет будешь мне крутить. На бутылку наших яиц. Как раз две баночки будут. В холодильнике мне надо разобраться. Ну, что ж, включаем тогда телевизор. С вами были мы. Всем вкусняшек-вкусняшек. Всем приятного аппетита. Пока-пока, Владимир Васильевич. Пока-пока. Пока-пока, Галина Павловна. Все, всем пока-пока. С вами были мы. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok.